И еще новости. На просторах интернета обнаружен интереснейший финансовый телеграм-канал аналитика Андрея Верникова. Ссылку на него можно найти в описании к этому ролику. Ну что, доллар, доллар, доллар. Аналитики Банка Санкт-Петербург сказали, что скорее все будет 90-92 в последние два дня. Ну, вроде, вот они пока правы. Ну, почему нет? Смотри, как я вижу эту ситуацию. Вот задним числом там уже найдено больше пяти причин для ослабления рубля. Вот их там замучаешься перечислять, начиная от корпоративных делок, заканчивая тем, что как бы выручку не обязаны продавать и, видимо, не продают. Но говорит ли нам это что-то о будущем рубля. Ослабнет он или, наоборот, укрепится. Есть глобальный тренд, который мы можем там построить за 10-15 лет, что рубль ослабнет. И можем даже посмотреть, сколько в среднем за год он слабеет. Это не такие уж большие цифры, если на большом треке смотреть. Но что делать сейчас? Бежать покупать доллар по 90? Ну, я бы не стал. Бежать в рублевые инструменты? Ну, тоже, когда доллар по 90... Слушай, ну, прямо она похожа на вспоминание, на эту фразу Юдаевую. Те, кто покупает по 30, потом пожалеют. Нет, я про другое, я про другое. То есть, как бы, можно ли покупать доллар? Ну, на мой взгляд, еще раз, стратегически нельзя. То есть, как спекулятивный инструмент, ну, пожалуйста, покупайте, что хотите, спекулируйте, чем хотите. Стратегически мы можем улететь, там, на каком-нибудь 15-м пакете санкций на то, что доллар перестанет проходить в России и до свидания. Вот, когда это может случиться? Да, когда иностранцы продадут все, что могут продать в России, выведут все деньги, которые могут вывести, и доллар уже не нужен, перестанет ходить в России. А если смотреть глобально, как же нам заработать на ослабление рубля, ну, я уже говорил, я вижу только вот два инструмента, это либо золото, либо юань. То есть, это долгосрочно, что у нас останется в России ходить. Вот. Можно ли сейчас на все деньги покупать золото и юань? Я считаю, что нет. То есть, если мы хотим войти в такую позицию, нам надо разбить деньги, там, не знаю, на 10 частей и раз в месяц закупаться. Вот. Где можем закупаться? Вот недавно посмотрел презентацию Госзнака. Это, соответственно, государственная структура, которая золотом торгует. Там можно золотишко прикупить и, насколько я понимаю, там же хранить. Вот. Тоже хорошая внедорожевая когнатива. Я поставил себе такое приложение, только меня смутило, что надо туда ехать, чтобы верифицировать свою личность. Неохотно мне не подоехать. Ну, это государство, они такие. Вот. Юань, ну, в целом можно и юань купить. Он тоже отлично к рублю выкрепляется, поэтому, как бы, тоже вариант. Хотя бы мы уходим от рисков глобальных. Вот. Если посмотреть еще на варианты, как же все-таки, оставаясь в рубле, захеджироваться вот его ослабление, ну, понятно, акции экспортеров, они, в общем-то, отлично растут в последние две недели. Я считаю, это как раз связано с тем, что вот эти все финмодели, там главное, на самом деле, посмотреть аналитику по экспортерам, когда доллар был 50, там все инвестдома публиковали подробные обзоры, что все наши экспортеры в глубоких минусах и вообще никогда больше не будут зарабатывать. Вот берем их по списку и смотрим, как там, ну, нормальную аналитику, там была финмодель, да, что компании при 50 рублей за доллар не зарабатывают, при 70 чуть-чуть, а при 90 она там в шоколаде, да. И вот в такие компании инвестируем. Это будет, опять же, нормальный хедж от рубля. И самое главное, в отличие от, например, доллара и золота, в большинстве экспортеров эта история еще не отыграна. Я еще знаю один способ – криптовалюты. Кстати, сегодня замечательный день, что альты стали выстрелить, понимаешь, интересно. То биткоин пошел, а то теперь они стали догонять. То есть тоже это защита от ослабления рубля? Ну, не знаю. Как бы, что тут сказать умного про альты? Ну, даже не про альты, да, там же есть крипта, которая привязана к валюте. Вот, и теоретически, вот, просто ее покупаешь, не волнуешься за всякие блокировки России и так далее. В чем проблема? В том, что надо совершить раунд-трип, то есть зачислить туда деньги, купить, потом продать и вывезти. И посчитать, сколько потеряешь на такой конвертации. Потому что, ну да, рубль на 20% обесценился к доллару. Но если ты купишь этот, например, стейблкоин и продержишь его, а потом продашь и заберешь себе рубли, ты эти 20% можешь потом потерять на конвертации. Ну, не 20-15, да. И что ты тогда выиграешь? А сказать, что там нет рисков, нельзя, потому что самые популярные криптобиржи, если раньше их взламывали, да, теперь на них наезжает СЭК, ну, то есть это комиссия по ценным бумагам США. Да, и там плохо себя чувствуют в этом плане юридическом и Binance, и вторая там площадка. Ну, в общем, короче, понятно. Но мы не храним деньги на криптобиржах нам по барабану, но мы даже покупаем на обменниках. Вот, а что касается стейблкоины, то есть тут еще один маленький риск, что Тезер, многие думают, что она полностью хранит деньги в долларах, когда это стейблкоин, USDT. А на самом деле там есть еще определенные фонды, вот где он хранит. Поэтому процентов 70 долларов, процентов 30 в этих фондах. Тут еще надо копать, где он хранит это бабло. Я тебе больше что скажу, но все равно самая популярная крипта такая стейбл, она может в любой момент, ей тоже может прилететь от регулятора. И она обвалится. Поэтому, в общем-то, я бы не искал такую гавань в криптовой валюте. По золоту. Вот ты упомянул золото сейчас, как и в прошлый раз упомянул, сказал, что ждешь коррекции доллара, чтобы прикупить золото. Да, да. Кстати говоря, помнишь, мы три месяца назад обсуждали золотые облигации Селегдар. У него первый купон выпустили. И там доходность у людей 11% физических. То есть, это 11,5. Это, наверное, 46% годовых. Вот. В чем нюанс? Разумеется, когда купон у тебя 5,5, такая доходность получилась не за счет купона. Она получилась к тому, что тело облигации привязано к золоту. Вот. И, соответственно, рубль обесценился, золото подорожало, плюс еще купон начислился, и вот у тебя уже 46% годовых. Зачем тебе, как бы, фондовый рынок, риски в акциях, какие-нибудь альткоины, если ты можешь получить 46% годовых в долларовом инструменте, не выходя из дома и не лезя в какие-то там сомнительные хранения в иностранных юрисдикциях. По-моему, хорошая история. Но в чем проблема? Проблема в том, что это не повод сейчас покупать эти облигации. Еще раз. Чтобы на них заработать системно, надо их покупать, условно говоря, посредний за год. Чтобы хоть как-то застраховаться от колебаний золота. Вот. Но, тем не менее, три месяца назад все говорили, что вот в селегдарных аях занимают золоте, а оказалось, он занимал, в общем-то, по очень таким божеским ценам. Вот. Так что золото-золото-рознь. Тут надо набирать корзину золотых активов. Да, конечно. Колдман Сакс опубликовал табличку интересную. Там написано 83 за доллар на горизонте три месяца. И, по-моему, в течение года или полтора, 96, что ли, ну, неважно, 83. Ты веришь в 83? Ну, не особо, честно говоря. Я думал, ты другую новость так вспомнишь. Про магнит? Нет, потом. Да, да, да. Нет, нет. Давай сначала про доллар. Знаешь, я не хочу вот это. Веришь, не веришь. Ну, знаешь, гадание. Ну, нет, просто вот, хорошо. Давай так. Какой уровень тебе устроится? С тем, что рубль слабеет к доллару, это системная история многолетняя. Да. Какая разница, во что я верю, если это системная многолетняя история. Мои инвестиции должны зарабатывать при ослаблении рубля к доллару. Вот так. То есть, я инвестирую не на месяц, не на год, да, а больше. Соответственно, структура моих инвестиций должна учитывать, что рубль слабеет к иностранным валютам. Как это можно сделать? Экспортеры, эти золото, валюта. Да, все, больше у нас сейчас в России ничего нет. Вот так и защищаешься. В основном я защищаюсь через экспортеров. Вот, немножко золотишко, да и все. И просто, давай скажем нашим слушателям, что есть проблема. Что, к сожалению, не всегда рубль к доллару слабеет. То есть, можно полтора года, можно два, можно и четыре сидеть в укрепляющемся, медленно укрепляющемся рубле, который сжирает всю вашу, как бы, доходность. Просто, как бы, люди, может быть, не застали эти периоды, но они есть. И, кстати, в чем проблема? В том, что чем лучше будут у России дела на фронтах экономической войны, на СВО и так далее, тем, как бы, стабильнее будет рубль. И вот тут, как бы, нюанс. Тогда ставка на то, что рубль будет слабеть, она будет ошибочной, если мы с другой стороны считаем, что Россия на всех своих фронтах победит. Вот, поэтому здесь надо быть осторожным. Конечно. Мы сейчас не будем обсуждать геополитику. Не потому, что я боюсь, а потому, что мы живем в такой... Это такая штука, искусство обмана. Там Сладков пишет о новом наступлении России. Ну и пусть Клэ пишет. Он, он, это его хлеб, а это не наш хлеб. Правильно? Ну, я заметил, что если я больше интересуюсь вот этими делами политическими, я хуже торгую. Поэтому я все-таки отписался от этого. И как-то доходности лучше стали. Поэтому я считаю все-таки... Вот знаешь, говорят теханализ в график включены все новости. А я считаю, что как бы в другом может быть контексте, но в финансе компании, в балансе компании действительно включены все новости. и по ним можно вполне нормально торговать. Можно. Только в периоды всяких походов некоторых людей там на Воронеж и на Ростов теханализ и фундаментальный анализ плохо работает. Ну, теханализ очень не работает. Фундаментальный. Знаешь, вот, кстати говоря, давай обсудим, потому что меня эта мысль не покидает. Как бы... Ну, не хочу статью писать, на эту тему. Смотри, есть ОВК. Отчетность не публиковал уже черт знает сколько времени. Последняя есть, по-моему, три месяца 22-го года. Куда не посмотрю отчетность всех его дочек и самого ОВК. Отчет все плохо, все они в минус. Но как смотрю все другие, вот, косвенные данные, да, то есть растет доля инновационных вагонов в продаже. Металл упал, то есть там вот ценовая ножница, что металл дорогой, а вагон дешевый. Она сейчас перевернулась, что вагон дорогие, металл дешевый. Уралвагонзавод, ему сейчас не до вагонов, он другую продукцию производит. То есть, вот как бы по косвенным данным ОВК должен быть как бы большой прибыль. Плюс, там вот, Траст анонсировал, что они до конца года ОВК хотят продать. То есть, вот у меня какая-то идея вертится в голове, может их купить, но посмотрел на график и все равно, как бы, смотрел отчетность, отпало желание купить, посмотрел на график, они выросли с 40 рублей до 170, тоже отпало желание купить. Но, вот этот разрыв между, как бы, косвенными данными, что у компании все должно быть хорошо, и, вот, текущими опубликованными, что там все плохо, он меня не оставляет. Я предлагаю просто проследить за судьбой ОВК, понять, насколько косвенные данные работают вот в таких эшелонах. Я считаю, что очень хорошо, но что-то рука не тянет свои деньги поставить, поэтому, как бы, оставим это нашим зрителям на подумать, как задать. Александр Разуваев поставил ухо на рост акций Сбербанка до 300. Он лишится уха? Нет, конечно. Сбер вообще в этом году легко, ну, смотри, до 300 он вырастет, когда всем будут понятны дивиденды за этот год. Ну, они могут быть в районе 30-35 рублей. Вот. Что дальше произойдет? Дальше, если у нас ключевая, например, 8, то 300 рублей по Сберу легко, может быть, даже и к концу года. Если ключевая 12, то, как бы, 270 по Сберу будет за счастье. Вот. При таких дивидендах. А вот будут ли такие дивы, хороший вопрос. Этот месяц показательный Сбер, почему? Они, наконец-то, сделали большие резервы. Они сказали, что это резервы в связи с ослаблением рубля. Вот. Но если бы у них не было доходов от продажи дочки иностранной, то чистая прибыль у них бы обвалилась в три раза. Вместо вот этих 180 стало бы там 45 миллиардов. Вот. Почему так? Потому что там огромный резерв, 100 с чем-то миллиардов рублей резервы. И вот если сравнить все как бы профильные доходы с профильными расходами, там больше 45 миллиардов после налогов не получается. То есть та доходность, которую они отчитали за июнь, это доходность с учетом разовых прибыли и продажи иностранной дочки. Поэтому со Сбером надо быть аккуратным. Вот. Еще раз. Если, например, в следующем месяце опять будут такие резервы, но не будет никакой разовой прибыли, она обвалится там до 45 ердов и все вообще разочаруются в Сбере. Поэтому здесь надо держать ухо в Сбером. Ха! Хорошее название вырисовывается аккуратнее со Сбером, аккуратнее со Сбером. Вот ты сейчас рассказал про акцию ОВК, я подумал у тебя есть телеграм-канал, у меня есть телеграм-канал, мы же тоже начнем акции разгонять. Зачем разгонять? Надо размещать свои. Ты знаешь, что на бирже зарабатывают стабильно или даже можно сказать гарантированно два участника рынка. Это эмитенты облигаций и эмитенты акций. Поэтому надо просто свои акции размещать, свои облигации. Все остальные участники рынка, даже биржи, их доходные не гарантированы. А если ты берешь и размещаешь 10% своих акций, свои деньги ты уже получил. Ну, хорошо, но это была такая подводка к твоему телеграм-каналу. А ты взял сейчас и эту подводку скомкал. Да, но тем не менее у меня есть телеграм-канал. Подписывайтесь, я там делаю обзоры отчетности компании, публикую свои мысли по рынку, философии торговли. Я думаю, многим будет интересно. Спасибо большое, Артем. Пожалуйста. Спасибо.